Девушки отдыхают 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 написано «Махмуд-шутка». Я рассказал реальную историю вам. В общем, очень интересно все было послушать. А теперь давайте знаете что, господа? 292-102-8. Пожалуйста, готовьте свои вопросы для Сергея Акульчева. Сегодня они поступили в соцсетях. Я напомню, наш аккаунт в Твиттере ITV16SPORT. И сейчас по телефону вы можете задать вопросы этому человеку, безусловно, очень интересному. И прежде всего, я, конечно, хочу поблагодарить вас, что вы нашли время в своем графике, потому что Сергей не живет в России. Он бывает здесь с наездами. Мы сегодня все узнаем. И вы нашли время, приехали сюда. Дамы и господа, он приехал на мотоцикле. Что это за мотоцикл? Вы прямо из Челнов в Казань на мотоцикле. Это спортивный мотоцикл. Расскажите, пожалуйста. Это турист. У меня, потому что нет спортивных мотоциклов. Я сам на мотоцикл сел всего два года назад. Никогда на них не ездил толком. Ну, приехал. В принципе, недалеко. Быстренько. Поехал. Туристы это с колонками, которые такой здоровый? Туристы бывают разные. Нет, у меня турист это BMW, GS. Есть такой мотоцикл. Любители BMW и мотоциклов знают их. Очень надежные аппараты. Неубиваемые, проходимые. То есть дорога? Сколько заняла у вас дорога? Ну, где-то 2.15 от офиса до вас. 2.15. Ну, хорошо. Да, да, все. У вас, по-моему, три мотоцикла. Да, у меня было три мотоцикла. Один сейчас продал, три что-то много. Куда вам столько много? Да, действительно, сейчас много стало. Один оставил я в Австрии, один в России. Замечу, что вы доехали с нарушением скоростного режима. 2 часа 15 минут, средняя скорость 100 км в час. Ну, это так. Молодец, что сейчас почитал. Останавливает вас? Никто же не знает, что есть у нас такой... Миллионер, да. Миллионер у нас такой есть. Или мотоцики вообще не тормозят, мне кажется, с мотоциклом. Редко тормозят. Боятся? Да. Ну, прям, что там боятся-то? Это же мотоцикл. Просто не успевают. Нет, ну, и там же. Есть такая вот тема, что не разговаривает, не остановит мотоциклист, потому что если его начать преследовать, он просто разобьется и умрет. Ну, я слышал такое, якобы... Ну, к вам это относится? Нет, я не умираю. Он не убивает. Если меня преследовать, я останавливаюсь, предъявляю все документы. Слушайте, страшное дело видела я возле своего дома, так это сейчас не совсем по теме. Некие автомобили черного цвета, по-моему, Рено все-таки, да, без номеров, его вот буквально остановили, взяли в такой полицейский кордон прямо возле моего дома, поэтому с подоконника мы наблюдали, кто же, что же там... Чем завершился? Он сгорел в аду? Нет, это машина, которая все время нарушалась, скоростной ринг, нарушала все, что можно. Как выяснилось, там за рулем находился один из таких достаточно известных товарищей, который участвует в гонках, но он участвует не только в гонках Казана Ринка или еще где-то, но еще и на дорогах, и поэтому, конечно, ГИБДДшники, да, они были страшно обозлены, естественно, на этот автомобиль, который нарушался. И хвала, да, за это. А он пусть горит в аду, пусть горит. В общем, вот такая история у нас происходит в городе. Не, ну просто надоели, надоели, чипырышники эти все достали уже. Это реально, потому что в этот раз меня так же обогнали, как, знаете, они поджимают как-то колеса, и у меня... Машин... У меня каска, мне все равно, я не боюсь. У меня каска, я сам застрахован, я не боюсь. Но они же ведь, паразиты не только сами уходят, они еще и с собой кого-то прихватывают. Теперь возвращаемся к вам. Вы 74-го года рождения. Я чуть-чуть постарше вас. Можно я краткую биографию сделаю? А, да, 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 да. Я все время опережаю события. Да, 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 да. Немножечко ознакомлю наших зрителей. 2,92, 102,8. Вот краткая биография. Сергей Акульчев родился 2 августа 1974-го 1974-го года. В 92-м году поступил в Камский автомеханический колледж. В 95-м году он уже создал частную пекарню и в 2004-м году, господа, закончил Казанский государственный университет. Он женат, да, шестеро детей, сейчас ныне генеральный директор компании Акульчев. Все правильно, да? Все верно, да. В общем, вот такой человек у нас сейчас в студии. Кстати говоря, в Казани вас знают гораздо меньше, чем, конечно, в Челнах и, наверное, в целом в России в вашей отрасли. Конечно. Может быть, в Вене даже вас знают больше, чем в Казани, это точно. И все-таки Акульчик, Акульчик является акулой бизнеса. Наверное, да. Но такой небольшой акулкой, акуленком. В размерах Челнов или в размерах России? В размерах России, да. В размерах России уже. По характеру или по агрессивному захвату, я не знаю, рынка? По каким парам? По выживаемости, наверное. По выживаемости? Ну да, в России главное не захватывать, в России главное выжить. Какие основные черты, которые вот вы в себе бы отметили, соответствуют этому определению? Ну, во-первых, аккуратность. Все-таки. Вначале я присматриваюсь к чему-либо, если какая-то ситуация происходит. Присматриваюсь. И второе, если я принимаю решение, куда-то идти, то я не отступаю, пока не дойду. То есть, ну, упертость, по-русски говоря. А запах крови? Нет, запах крови нет. Я даже мясо не ем. Нет, нет, вы что? Конкурентов мы уважаем, мы любим. Если конкурентам будет плохо, мы даже придем на помощь, если потребуется. Мясо не ест. Это первый звонок. Второй звонок, это он занимается йогой стопудово. Да, йогой занимаетесь, кстати говоря. Я ищу тренера, который бы вот... Все, вы попали. Это вам, Кайгуль. Все. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. То есть, я, Айгуль нашла себе замечательного собеседника, человек не ест мясо, хочет заняться йогой. Я просто знаю, что еще Сергей, он, конечно, у него иконы в кабинетах, у него, да, христианская идеология. Поэтому я и спросила, акулы ли вы бизнесом вообще? Как можно совместить, да, христианство, да, все прощения и вот такой агрессивный захват рынка, как это у вас было во всяком случае в начале? Так мы же просто делаем продукцию, и эту продукцию продаем. Вся агрессия здесь заключается. У нас нет такого, что мы выдавливаем кого-то, поджевываем, поглощаем, еще что-то. Просто работаем, стараемся работать качественно, производить хорошие продукты и хорошо их продавать. Ой, не все там просто. Не все так просто, как Сергей сейчас хочет нам показать. Да, а почему... У меня еще такой вопрос. А почему в Челнах такое сосредоточение своих брендов? Там ведь и булгар хлеб, булгар пиво, там еще что-то. В Казани ничего такого, вот что, прям сказать, вот у нас есть, ну что там, третий хлебозавод какой-то там, да, все. Продуктовых брендов как-то, это из-за того, что город слишком большой? Нет, мне кажется, знаете, когда у нас произошел пожар в Челнах, и работа реально... Это про КАМАЗ сейчас? Про КАМАЗ, да. И работы реально не хватало. Многие, мне кажется, молодые ребята, в надежде, что что-то у них получится, пошли работать на себя фактически. И поэтому, мне кажется, отсюда и развился частный бизнес «Наверный Челнах». У меня братишка живет в Челнах, очень богат, состоятельный человек. И мне иногда кажется, что в Челнах, на самом деле, богатых людей гораздо больше, чем в Казани. Это вам кажется? Ну, он тоже не совсем уже в России живет. Я знаю, что говорю. Общаюсь и с его друзьями в том числе. И здесь общаюсь тоже, и тоже знаю многих людей. И мне все-таки кажется, что в Челнах люди живут более состоятельно. Конечно, в Казани редко бывает. Да нет, но... Но мне кажется, нет. Махмуд, список Форбс в основном здесь вообще. Все татарстанцы представлены из списка Форбс. Хайрульны не живут в Казани. Да, Хайрульных сейчас, по-моему, и нет в этом списке. Вы были уже? И, во всяком случае, они где-то на последних местах. Я вообще не о них говорю. А братья? Они-то возглавляют ведь вроде бы все это? Ну да. Неафилированный список вот этот. Я хочу... Да, давайте перейдем к истории. Как это все... Да, давайте, все. Вот вы примерно... Я начал, да. Это с Махмудом. Я старше, я сразу говорю. Я не миллионер. Вы миллионер. Как, как? Я тоже не миллионер, но вот в смысле... Как так? То есть кто-то должен... Я всегда говорю, ну кто-то же должен и мешки таскать. Да, все верно. Кто-то должен обжигать и все остальное. Почему вот вы решили, вот, буду заниматься этим самым? Вот Айгуль говорил, что вы были грузчиком. Ну и оставались бы грузчиком? Нет, вы захотели чего-то большего в жизни? Ну, каждому дано что-то. Мне было дано в какой-то момент быть грузчиком. Потом почувствовал, что это не конец. То есть можно дальше развиваться. Пошел дальше развиваться. Ну, что это у вас? Вот стремление быть богатым. Тщеславия вас нет. Это заметно. То есть вам не особо... Я, честно говоря, первый раз о вас услышал. Я не знал, что у нас в Татарстане делают венские вафли. Я как-то вафлями не очень увлекаюсь. Тебя это не красит вообще, Махмуд. У нас как гость не придет. Ты говоришь, я первый раз вас вижу вообще. Кто вы, что вы. Я за пределами Азина вообще никого не знаю. Знаешь, живу у себя в микрорайоне. И дальше никого не знаю. Ну, башни, венские вафли. Да, я сейчас не хочу делать рекламу. Но вот после того, как я прочитала интервью господина, который присутствует... Пошла попробовала? Вот это? Да. Я теперь такой фанат нашего. Я говорю, так, это производит Челнах, это Акульчик. Мы вот это только берем. И я искренне люблю то, что вы производите. Поэтому, конечно, большая удача. Мы в Фейсбуке списались. Вот никто не поверит. Мы списались Сергеем в Фейсбуке. И вот он уже здесь. И все-таки, вы же когда... Вы же даже в университете тогда не учились, когда начали вот эту бурную деятельность, бизнес, да? Сколько вам лет было? 21. То есть у вас было образование игрущика? Кстати, игрущиком тоже работал. У меня было среднеспециальное. Закончил уже лицей. Технический лицей команд закончил. И что дальше? Дальше как все пошло? Это интересная история. Да, почему не перемячи? Это же нормальный бренд перемячи. Там перемячная, хомячная. В то время... Зайди за хомяч, перемяч. В то время очень сильно развивалась Дока Пицца, Дока Хлеб. Будучи... Я, правда, игрущиком был всего 2 недели. Ну, чтобы понимать, мой трудовой старший. Не густо, да. То есть когда вот там получилось так, что супруга работала в библиотеке, и надо было каким-то образом зарабатывать тоже. Работу я не мог найти. Я пошел игрущиком просто там в один юрсан определенный. Купил товары и цены. Тогда были такие большие каталоги. И посмотрел, нашел, что продается Дока Хлеб. У меня мама... Вы специально искали? Вот вы сказали. Да, да, специально. Вы уже думали, надо чем-то заняться. Да, чем-то заняться надо. Что-то такое. Чем-то заняться надо. Мама у меня технолог. Папа у меня электрик. То есть, соответственно, я всю жизнь вырос на хлебокомбинате. Начиная с 5 лет. Я себя сколько помню, там, с 5 лет. Я спал на печах. Начну смену, потому что не с кем было оставлять. Мама с собой брала меня, вот. И отец электрик, мама технолог. Соответственно, я понимаю, что это все реализуемо. Денег нету. Пошел, соответственно, к родителям. Начал их упрашивать, чтобы они... Подождите, секундочку, секундочку. В вашей биографии, которая вот распространена, да, сказано, что прежде всего вы поехали в Москву, там вас обокрали. И совершенно без копейки и денег, совершенно нищие, значит, возвращается Сергей Акульчев в Челны. Это уже такая легенда, да. И тут он видит это объявление, говорит, мама, папа. Дальше что вы сказали? Ну да, там получилось так, что мы... Я собирался жениться, и мы разменяли квартиру. У нас была трехкомнатная, наверное, двухкомнатная с доплатой. Доплаты не хватало даже на Мостемейку. Я решил, пойду в Москву, в какую-нибудь Гермес вложу. Там МММ тогда Гермесу всякие гремели. Думаю, ну, вложу там, может быть, со временем, и получится какая-то квартира. Вот. Даже не доехал до этого Гермеса. Такси. Мне уже вырезали все это. Да, благополучно. Господь уберег. Да, Господь уберег. А Гермесу вообще. У меня не было даже денег на то, чтобы вернуться в Челны. Я там нашел брата супруги. У него занял денежки на общий вагон поезда. Вот в общем вагоне там полтора суток добирался обратно до Челнов. Никому ничего не сказал, соответственно. Не надо, ничего не поможет. Только люди будут переживать и истерить. Вот пошел работать грузчиком, соответственно. И стал искать. То есть понимал, что мне надо как-то теперь зарабатывать. То есть практически попал в некую ситуацию. Ситуация была сложная. И выпутываться надо было одному. Вот все. Увидел, что есть. Но денег-то нет. Пришел к родителям, сказал там, брать нельзя. Проценты высокие. Гермесы. То есть там года три трогать нельзя. Давайте заложим нашу квартиру. Вашу, то есть родительскую квартиру. Тогда кредитных учреждений не было. Соответственно, закладывали браткам. Ну, понятно, да. Да. Денежки взяли. Ну и опять еще вторая мотивация. Мало того, что я понимаю, там денег нету. Еще здесь и братки могут нависнуть, если вовремя что-нибудь. Сколько процентов тогда? Тогда мы брали, первые деньги были 20% в месяц. Потом были 25%. Потом я нашел под 15%. То есть самые дешевые были 15% в месяц. Все это у братков, да? Все это у криминальных? Под 15% мы нашли уже у знакомых. Под 25% тоже не у знакомых, просто у частных лиц. По 25%. 20% это было ребят. Ну и, соответственно, пришлось пахать, работать. Потому что всех как бы в тисках. Понимаешь, что там надо выживать. И начинаешь работать. А если бы не пошло, Сергей? Вы тогда представляли вообще степень? Нет, я не представлял. Я не представлял, не думал. Я точно знал, что все пойдет. Потому что надо просто пахать. Просто надо зубами... Вы как-то почувствовали вот этот, я не знаю... Как-то не сайт озарения, я не знаю. Нет, ничего не чувствовал. Просто понимал, что надо зубами вцепиться. Цель поставить вперед там. И идти, идти, идти. Тем более, это не такое сложное дело, как печь хлеб. Это не так страшно, это не так тяжело. Это не какая-то там... Тогда хлеба, в принципе, не хватало. Тем более, хлеб был горячий. Тут же выносили. Мне помогала очень сильно мама. У нее есть какие-то украинские там корни. И она хорошо торгует, в принципе. И она выносила прям горячий хлеб и продавала на улице. То есть тут же прям выносим. Да, мороз. У вас был семейный подряд? Фактически, да. Вы сами стояли в печи? Да, да. То есть я сам выпекал. Мешки разгружаю. На ней же сплю всю ночь, потом там под утром просыпаюсь. Вы были один? Один был. Не было вариантов, что приходят люди, вот те же, которые давали денег займой, отдай бизнес. Да, да, да. А там бизнес-то не было. Какой там бизнес? Ну, какой-никакой. А тогда не важно было, какой-никакой, отдай. Нет, тогда, когда все остановилось, не было этого. То есть это просто напрокорм? Ну, конечно. Поддержание штанов это называется. Две печки там и все. То есть им нужны деньги, зачем эти печки-то? Почему вафли вдруг возникли? Хлеб нормально, ну, продавался хлеб, все работало. Вы отдавали долги. Возвала логика, что хлеб будет есть всегда, да? Хлеб нужен, да. Хлеб нужен, да. Хлеб, молоко, это то, что будет есть в любом случае. Хлеб был обычный, который делался в хлебокомбинатах. Наши кирпичи стандартные. То есть они всем приелись, невкусные. В Казани, по-моему, кстати, нет хлебопечек-то вот таких небольших. Ну, хлеб завода есть они. Ну, хлеб завода, но маленький. Вы же знаете все, в Казани есть маленькие пекарни? Ну, конечно, сейчас любая сеть имеет свои пекарни. А, ну, да, 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 да. В любой ленте зайдешь, там, куда-то обязательно. Точно, точно. В любой суперварке, да. Субтитры сделал DimaTorzok